В Якутии установилась аномально теплая погода. Все это заметили. Среднесуточная температура на большей части территории превышает климатическую норму на несколько градусов. Сегодня мы попробуем разобраться, насколько вот такие перепады температуры влияют на наше здоровье, насколько это опасно и как проводить профилактику. В связи с этим мы представляем нашу гостью. Это Эльга Гурьева, врач-кардиолог отделения неотложной кардиологии Республиканской больницы номер 2. Доброе утро. Доброе утро. Вот погода сейчас резко меняет свои климатические условия. И вот кто у нас попадает в какая-то категория граждан в зону риска? Ну да, действительно, сейчас у нас погода держится очень аномальная. Резкие перепады температуры влияют на самочувствие многих людей. Ну, в первую очередь, конечно, это, наверное, пожилые люди, которые уже имеют какие-то заболевания, да, и всё-таки люди, имеющие конкретные, ну, заболевания суставов, уже имеющие заболевания, как гипертоническое давление, артериальная гипертония и сердечные заболевания. Также неврологические пациенты очень подвержены. Ну, также есть ещё и молодые, ну, в смысле, категория молодых людей, у которых есть вегетососудистая дистония, они тоже предвержены вот таким вот природным обстоятельствам. Ну, какая может быть профилактика? Ну, вообще, профилактика должна быть, она не только во время вот таких перепадов, да, если всё-таки врач рекомендует какие-нибудь рекомендации, нужно их обязательно выполнять постоянно, да, но как раз-таки при таких условиях люди, которые знают, что они имеют её чувствительное, они должны уже измерять заранее своё давление, да, постоянно принимать препараты, не должно быть самостоятельного обмена, да, и то же самое не планировать в эти дни чрезмерные нагрузки, соблюдать режим дня, имеется в виду сна, потому что когда человек ослаблен, он там не досыпает или подвержен стрессам, конечно же, природные явления на него влияют сильнее. А вот те граждане, которые, как сами считают, что они не подвержены резкому перепаду температур, должны ли у себя в аптечке иметь какие-то там минимум препаратов или можно обойтись только аппаратом для измерения давления? Нет, в принципе, если человек не подвержен вот таким влияниям, он может себя вести абсолютно так же, как и при любой погоде. Те люди, которые чувствуют вот эти вот ощущения, они уже сами начинают профилактику заранее вести. Ну что, если вот самочувствие действительно ухудшилось, да, что... Ну да, конечно, самочувствие чаще очень ухудшается в такую погоду, учащается и госпитализация, и обращение к врачам, поэтому обязательно нужно, например, вот по отношению к лицам, у кого имеется высокое давление, иметь у себя в аптечке такие препараты, как капотен, да, которые при резком повышении давления сразу снижают его, или нитроглицерин, все сердечники эти препараты знают, да. Ну и также всё равно как-то более такой пассивный образ жизни. Ну вот именно в этот день они должны свой режим дня как-то так обустроить, чтобы не было вот выходов много на улицу, например, или какие-нибудь там физические активности. Что делать, если вот вдруг, не дай бог, препарат закончился или бы оказались в гостях, где, ну, нет такого препарата, вот какие-то, может быть, рекомендации существуют? Ну да, действительно, всё равно в первую очередь нужно успокоиться, вызвать скорую медицинскую помощь. Они у нас очень хорошо работают, приезжают очень быстро, и всё необходимое они могут оказать на месте. Если какие-нибудь там осложнения, они дальше увозят в стационар или в какие-нибудь другие экстренные службы. Есть ли какие-то рекомендации, чего делать категорически не стоит? Ну вот, как я ещё раз сказала, категорически не стоит нарушать режим дня. Бывает, что у молодых людей, например, с вегетососудистой дистонии, они с утра до вечера сидят у компьютера, у телевизора, они высыпаются, да, поэтому обязательно нужно режим дня соблюдать, чрезмерные нагрузки ограничить и препараты, если у вас есть какого-нибудь заболевания, с собой таскать, постоянно принимать, не самостоятельно, не отменять. Если вернуться к профилактике, то рекомендуют вообще даже людям не с низким давлением, да, даже тем, кто особо не страдает при перепадах температуры за окном, меньше работать, меньше суетиться. Это правда? Ну да, действительно, когда человек очень тревожно настроен на всё, у него вот нервная система и сосудистая система очень активно работает, и они действительно предвержены сильнее этому всему, но я считаю, что если вести просто общую профилактику, именно вот сбалансированно питаться, да, постоянно вот все рекомендации соблюдать, таких прямо резких изменений, которые могут повлиять на самочувствие, ну или до больницы довести, такого не должно быть. Всё должно быть в рамках вот дозволенного. Ну, насколько вот в эти дни участились случаи? Да, действительно, очень сильно учащаются, особенно, как я отметила, пожилые люди себя очень плохо чувствуют, поэтому и обращение в поликлинику учащается, и в экстренные службы, и всё равно вот эти ослабленные лица имеются в виду. Если человек здоровый, конечно, он подвержен меньше, да, но если, сейчас же ещё сезон гриппа, всё равно, когда люди ещё ослаблые из-за уровня гриппа, конечно, вот это вот всё учащается, поэтому всё равно нужно как бы защищаться слишком, так как сейчас карантин, в общественные места много не ходить, всё равно небольшие прогулки на свежем воздухе, и вот режим дня.